Теперь о попкорне. Кукурузу, которую американцы едят в кино. Да, все правильно. Традиция кушать попкорн пришла из Соединенных Штатов. И сейчас у нас потихонечку прививается это, и уже есть во многих местах, и уже все это известно. Но большую часть сырья для попкорна все-таки завозится из-за рубежа, уже в готовых мешках. Пока так. Поскольку у нас закупается семян мало, мы считаем, что в основном работает импортная кукуруза. Нужно сказать, что селекцией лопающейся кукурузы занимается Краснодарский институт имени Лукьяненко. У них тоже есть свои результаты, и тоже часть они продают на нашем рынке этих семян. И, по-моему, немножко еще занимается институт кукурузы в Пятигорске. Всероссийский. Да, они тоже имеют гибриды, и тоже, видимо, какая-то часть продается. Они обладают каким количеством семян, значит, они распылают, и за себя только могу говорить, за Космоис. Вот в работе у нас, ну, в коммерческой работе только, значит, гибрид-калейдоскоп. Хотя в начале, когда мы районировали попкорн, мы назвали, значит, этот сорт Кубанская воздушная. И он имел цвет зерна белый, и хлопья были чисто белые, вот, как снег. А потом потребность возникла, что нужно повышать продуктивность, урожайность самого этого гибрида, вернее, сорта. Мы сделали гибридную комбинацию. Сперва создали желтозерную линию, лопающуюся, скрестили с линией из Кубанской воздушной, и получился гибрид-калейдоскоп двухлинейный. Материнская форма белого, цвет зерно имеет отцовское желтое. В итоге на початке получаются те и другие зерна. Причем в соотношении один к трем. Как это по наследству, по генетике, по простейшей моногенной наследственности Менделя, так и должно быть. Что расщепление на початке происходит один к трем. Одна доля белого и три четверти желтых зерен. Хлопья тоже получаются, вот, они, если внимательно присмотреться, они есть белые и кремовые. Вот, ну, а поскольку стакан долго простоял на солнце, то уже разница исчезла, а оттенок кремовый был. Вот, ну, людям нравится. А внутри, вот, вроде бы. Да, может быть, внутри, да, по-разному. Это остатки пленок, они могут быть желтые, могут быть белые, да. Это перикарп, это оболочка самого зерна. Ну, взрыв из-за чего происходит? При нагреве вода, которая имеется в составе зерна или же его роговидной части эндосперма, эта вода быстро нагревается, превращается в пар и происходит взрыв. Почему другие кукурузы хуже взрываются? Ну, это связано с структурой. Вот, кремнистая кукуруза, которая имеет полностью, значит, роговидный сперн, тоже взрывается. Но меньше объем взрывания, вот, сильно уж физику я не могу объяснить, но если взять показатель, по которому мы пользуемся, это соотношение объема зернышек к объему взорных хлоптев, то у нас стандарт выдерживается 1 к 40. То есть, допустим, на 1 кубический сантиметр, значит, зерна, получается 40 сантиметров хлоптя. То есть, в 40 раз увеличивается, можете представить? Да, вот, и это хорошо, вот, поэтому, значит, когда мы поедаем хлопья, то продукт такой легкий, чтобы ими насытиться, довольно приличное количество надо съесть, потому что удельный вес зерновой части небольшой. Вот, особенности агротехники. Практически не отличается выращивание попкорна-ковидоскоп от обычной желтой зубовидной кукурузы. Сроки сева такие же, вот, густота выращивания тоже такая же. Мы рекомендуем среднюю густоту на, так, умеренно засушливой зоне или в зоне, мы уже теперь не говорим в зоне благоприятного увлажнения, потому что 3 года, вот, центральная агроклиматическая зона Краснодарского края засушливая, мы уже теперь называем умеренно, значит, засушливая или средняя по влагообеспеченности. Густоту 60 тысяч мы уже рекомендуем на попкорне. Вот, это зерен при посеве или же растений тут плюс-минус 5 тысяч. Вот, ну и, собственно говоря, уборка в початке тоже для того, чтобы получить высокое качество этого зерна при влажности ниже 30%. Гибрид довольно поздний, вот, его можно считать V450 и даже под 500. Поэтому можно выращивать только, допустим, в Краснодарском крае и то, значит, в центральной и более южных агроклиматических зонах, в Кабардино-Балкарии можно выращивать и юг Ставропольского края. В Ростовской области вам придется сильно его сушить, потому что довести до 30% влажности в поле, я не знаю, где вы сможете. Где самый южный район Ростовской области? Ну, Газовский. Ну, не знаю, надо попробовать, но все равно, вот, все-таки я назвал правильные вам места. Вот, Краснодарский край, значит, юг Ставрополья и Кабардино-Балкария. Тут она получается, вот, без проблем. Ну, естественно, Карачаева-Черкесия, если ее считать Ставропольским краем, вот. Вот, что касается гибридокалейдоску. Да, потому что гибрид, да, да. Вот, мы, значит, смотрите, я даже гляну, мы взяли из наших полевых журналов и записали в каталоге. Вот, зафиксирован был в 17-м году 26 центнеров с гектара, это сухого зерна, при 14% влажности. А в 14-м году 24. То есть, это очень даже прилично для попкорна. Угу. Да. То есть, попкорн, он в целом невысокий уровень. Да, 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 потому что, да, 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 это совершенно другой подвид. Вот, при скрещивании с желтой зубовидной или с другой теряются качество взрывания. Поэтому, вот, можно делать гибриды только внутри этого подвида, внутри попкорна. Вот, и поскольку генетическое разнообразие небольшое, то и гетерозис тоже небольшой при скрещивании этих линий. Вот. Но экономически это вполне приемлемо. Если же применить орошение или удобрение, вот, к нам приезжало, значит, одно хозяйство из, по-моему, Динской район Краснодарского края, они получили по 40 центнеров сухого зерна. Вот. Благодаря тому, что выращивали на орошении, применили достаточное количество, значит, удобрений. Ну, наверное, азота там было много применено. То есть, все зависит еще от агротехники. А я бы называю, вот, условия не орошаемые. Вот, Улькевичский район, Космоис, Ботаника, вот, какие мы получали в поле. Удобрения у нас умеренно, мы не сильно завышаем нормы. Ну, где-то НПК по 60 в действующем веществе. Вот. Сроки сева традиционные. Традиционные, да. По цене, вот, этот вид кукурузы, что, какие цены реализации? Значит, семенной материал мы продаем по 500 рублей килограмм. Мы не переводим по 7 единицу, потому что мало мы очень его продаем. Впервые у нас заказ есть на выращивание 2 тонны семенного материала. До этого таких заказов не было. Обычно каждый год имеем в пределах 50-100 килограмм семян. И это расходится по личным подсобным хозяйствам, по фермерским, на огородах. Люди просто выращивают, чтобы иметь у себя лопающуюся кукурузу. Вот. Рынок у нас, я имею в виду, узкий. Ну, это, может, мы сами виноваты. Надо больше работать. Вот. В Краснодарском крае выращивается в большем количестве, чем мы производим. И там ходят, видимо, гибриды и импортные, и Краснодарский институт Эмилу Клояненко, и, возможно, даже Пятигорского института. Я не обладаю этой информацией. Вот. Но то, что мы можем людей обеспечить именно этим гибридом, в том количестве, в котором потребует рынок, это факт. Вот. Ясно. Вот он реально. Ясно. А вот вы сказали, что семена и даже готовая продукция... Термо импортная. Термо импортная. Да. ГМО с ними не поступает в этой продукции? По идее, не должно, потому что разрешение на ввоз и районирование кукурузы с трансгенами в гос.ортокомиссии, еще такого разрешения нет. По закону не должно быть такой попкорн. Не должен быть. Но его можно сделать, они могут сделать. А кто это у нас? Фирмы главные. Монсанто, Пионер, Синджента. Они имеют такие научные мощности. Ясно. Ясно. Хорошо. Интересное направление. Ну и о сладкой кукурузе, Виталья.